В районном Доме культуры Мы не просто приглашенные, а мы являемся полноценными участниками этого мероприятия, потому что существует программа, которую мы несколько лет реализуем с Адтехнадзором, называется «Общественная защита». Это значит, когда мы совместно выходим с Адтехнадзором, предприниматели, естественно, Адтехнадзор не штрафуют, выписывается ему предупреждение и дается 10 дней на устранение. Такие рейды проводятся ежемесячно во всех муниципальных образованиях области. Благодаря широкому освещению СМИ, считает Александр Ступин, многие предприниматели сами без указания надзорных органов устраняют нарушения. Еще один эффективный инструмент борьбы – общественный контроль. Благодаря ему за последнее время приведено в порядок уже более 4,5 тысяч объектов Московской области. Эффективно работает он и в Ленинском районе. Ленинский муниципальный район – это один из лучших районов в сфере благоустройства, наведения чистоты и порядка. Очень эффективно работает здесь территориальный отдел. Я могу судить объективно, потому что, как член общественного совета, я курирую ряд муниципальных образований, в том числе Ленинский муниципальный район. Собравшиеся обсудили нарушения, которые были зафиксированы Госадомтехнадзором за второй квартал этого года. Чаще всего это ненадлежащее содержание территорий и некачественная уборка мест общего пользования, а также нарушение требований к размещению транспортных средств. Поговорили также об изменениях в законодательстве. Так, с 1 мая ведомство осуществляет еще и экологический надзор. В течение всего мая мы с юридическими местами СНТ вели профилактическую работу. Соответствующее объявление делали газеты. Наши территориальные отделы через местные СМИ это рассказывали предпринимательскому сообществу. И только с 1 июля этого года мы начали применять штрафные ситуации. Олег Баженов особо отметил, что СНТ имеет право заключать договоры на вывоз мусора только с региональным оператором.